Стесняться своей внешности, своего диагноза, своих сложностей и в целом себя. Вот непростой лейтмотив жизни этой юной девушки. В 17, когда вся жизнь должна бы только начинаться, ее будни не приносят ничего хорошего. У Тамары приобретенный кифоскалиоз, последствия травмы. В 3 года девочка упала и получила спещение позвоночника. Казалось, что все обошлось без последствий, но со временем позвоночник начал искривляться. И к 13 годам Тамара была уже вся скрученная. Это и стало тревожным сигналом для матери-одиночки Ангелины Габелия. Когда Ангелина показала дочь врачам, сколиоз уже достиг четвертой стадии. То есть такого состояния, когда помочь могла только операция. Вот спина, вот здесь смещение получилось, и искривление пошло. 7 лет вот так было, а потом после этого искривление начало. Вот 14 лет уже вышло все почти, спина уже все видно. Когда Тамара закончила 9 класс, Анна настояла на том, чтобы больше не продолжать учебу. Ей сложно было сидеть за партой, Анна стала стесняться своего внешнего вида. Да и ребята в школе дразнили, мол, кривая, скрученная. У самой же девочки вот какие мечты. Я хотела бы, когда операция сделала, чтобы я пошла в парикмахерскую, как мои сестры, чтобы я тоже так была. Деформация коснулась не только позвоночника, но уже грудной клетки и даже таза. Если девочке не оказать срочную помощь, болезнь может привести к тяжелым последствиям. У нее уже есть инвалидность второй степени. Оставлять без лечения сколиоз любой степени тяжело, опасно. А при четвертой невозможно. Деформация у девочки увеличивается. В настоящее время не только в прямой проекции, но и вокруг своей оси. В следствии чего в ближайшее время, возможно, у ребенка, у девочки возникнут неврологические нарушения в виде порезов и глубоких параличей. Чтобы этого избежать, необходимо в ближайшее время провести операцию. Тамару беспокоят постоянные сильные боли не только в спине, но и во всем теле. Ни один орган не остался незатронутым. Сердце и легкие работают с трудом. Ей сложно двигаться. Дышать из-за того, что желудок сдавлен, все сложнее даются приемы пищи. Весь комплекс нарушений не только ухудшает качество жизни, но все еще хуже – укорачивает ее. В клинике-партнере фонда в ней травматологии и ортопедии. Город Новосибирск Тамару готовы прооперировать. Для фиксации позвоночника в правильном положении во время операции используют металлические стержни. После оперативного лечения Тамара несколько месяцев будет находиться в гипсовом корсете. Чем раньше будет начато лечение, тем больше шансов на успех. 1 миллион 131 тысяча 610 рублей – небольшая цена для одной юной жизни.